Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Президент Казахстана посещает регионы. Одним из первых пунктов в феврале стала Жамбылская область. Здесь Тукаев ознакомился с социально-экономическим развитием области, навестил местных жителей и возложил цветы к памятнику известному писателю Шерхану Муртазе. Все подробности в сюжете. Сельское хозяйство – одна из самых важных в отрасли экономики, а вот какой ему уделяется внимание в регионах, президент убедился лично, посетив крестьянское хозяйство и кооперативы. Фермеры рассказали ему, какую работу проделали за последнее время и с чего все началось. «Наш кооператив был создан в 2019 году в рамках пилотного проекта. 175 граждан стали его членами. Осваиваем 401 гектар земли. По итогам госпрограммы купили 12 единиц сельхозтехники на 47,5 миллионов тенге. Часть этой техники взяли по лизингу, понемногу выплачиваем». Для масштабирования программы «Аула Монат» во всех регионах в этом году планируется выдать 11 606 микрокредитов на общую сумму 52,4 миллиарда тенге. В том числе для Жамбулской области – 3,6 тысяч микрокредитов на 11,5 миллиардов. Но одному из местных предпринимателей, который открыл свое дело и обеспечил работой односельчан, президент подарил зернодробильный аппарат. «Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 триллион тенге в ближайшие три года на развитие кооперации». По социально значимым продуктам по 9 из 19 позиций Жамбулской области обеспечивает себя на 100%. При этом есть два вида, которые регион не производит. Это гречка и рис, рассказал Акимобласти. «Это хлеб, лук, картошка, морковка, капуста, сахар, соль, мясо, говядина и молоко. По 8 позициям мы обеспечим себя от 25% до 80%. В основном это переработка животноводческой продукции, о чем я говорил. И вот за счет этого пилотного проекта мы планируем его довести до 97%. А это птицефабрика в Байзакском районе. Тут работают около 250 сельчан, которые выращивают миллион птицов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, который поставляется на внутренний рынок, а также идет на экспорт в Россию и Кыргызстан. В этом году запланировано возведение шести производственных объектов общей стоимости 1,4 миллиарда тенге. С целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 тысяч тонн. Образование Тукаев уделило отдельное внимание, и в одном из сел он посетил новую школу, открытую в прошлом году. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием. Тут 32 учебных кабинета, 4 компьютерных класса, 2 лингофонных кабинета, 1 кабинет робототехники, 1 спортивный зал, мастерская, библиотека, медпункт и столовая. Организован даже школьный транспорт для детей из близлежащих сел. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годах в Жамбулской области запланировано возведение 13 школ на 9,5 тысяч мест. 8 из них будут сданы в эксплуатацию уже в 2024 году. А вот в Доме студентов Тарасского университета имени Шерхана Муртазы глава государства подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания. Побывал он в студенческом общежитии, где 500 студентов могут жить с комфортом. Тут президент поделился воспоминаниями о своем студенчестве. Когда я был студентом в Москве, я жил в таком же общежитии. В одной комнате 4 человека. Среди них был один вьетнамец, один поляк, я и русский парень. А так условия неплохие. Затем Тукаев возложил цветы к памятнику писателя Шерхану Муртазе. И тут же он встретился с местной интеллигенцией, которая поделилась своим видением будущего в свете предстоящих выборов. А также выразила надежду на то, что принципы справедливости и открытости и дальше будут действовать. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42, при поддержке телерадиокомплекса президента. 4 области Казахстана рискуют быть потоплены. МЧС Республики распространил предупреждение, что в период до 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Житусусской областях возможны разливы рек и подтопления. По прогнозам синоптиков, в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона, в ближайшее время в вышеупомянутых областях возможно интенсивное снеготаяние, формирование талово и склонового стога, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды в реках. В связи с этим спасатели напомнили гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищении орыков от мусора и льда. Добавим, что 2 февраля текущего года в Туркестанской области произошло подтопление дворов и улиц. 4 февраля вода скопилась в водоотводных каналах в Алматинской и Жамбылской областях. Депутат Сената Нуртуре Жусип обеспокоен проблемой цифрового аутизма среди детей. Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир, заявил сенатор в своем запросе в адрес Кабмина. Доступные технологии, призванные упростить жизнь взрослым, добавили папам и мамам новые обязанности. Родителям приходится решать, когда покупать ребенку смартфон, что ему смотреть на YouTube и какие игры скачивать. Конечно, можно просто дать малышу смартфон. В результате у детей трудности имеются с самостоятельным мышлением, восприятием длинных текстов и вниманием к окружающему миру. Если ребенок плачет, родители сразу дают ему телефон, уверен депутат. 60% родителей специально дают в руки гаджеты своим детям в возрасте от 3 до 5 лет. Одним словом, мы получаем поколение, которое практически родилось со смартфонами в руках, отметил депутат. Дети теряют память, зрение, речь. Все это из-за длительного пользования смартфонами. У ребенка затрудняется самостоятельное мышление, восприятие длинных текстов, внимание к окружающей реальности. Вместо поколения, которое знало наизусть свое жито-ата, предков до седьмого колена, появилась волна, которая не может связать между собой и семи слов. Сенатор заявил, что в то же время неправильно будет бороться с гаджетами и современными технологиями. В этой связи депутат предложил родителям активно рассказывать в школах и детсадах о вреде кибермании. К слову, Билл Гейтс запрещал своим детям пользоваться мобильными до подросткового возраста, а Стив Джобс не давал пользоваться айпадом до школы. По словам врачей, сотовые телефоны способны генерировать электромагнитные поля, поэтому их излучение негативно влияет на иммунную и нервную систему ребенка. Помимо вредного излучения, у ребенка появляется зависимость от гаджетов, как результат отставания в развитии. Поэтому врачи рекомендуют просто ограничить время пользования смартфоном и не давать телефоны совсем маленьким. Пауржан Шейхмет Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. 48 место из 142 занял Казахстан в рейтинге стран по уровню преступности. Статистические данные подводились на основе опросов. Согласно рейтингу, самой безопасной страной в мире считается Катар. А антилидерами стали Венесуэла, Папуановая, Гвинея и Афганистан. Среди стран СНГ уровень преступности выше по сравнению с Казахстаном, в Белоруссии и Кыргызстане. А безопаснее считаются Молдова, Россия и Узбекистан. Добавим, что в 2022 году в Казахстане уровень уголовных правонарушений снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В Алматы, Астане и Алматинской области за год было совершено больше всего преступлений. А самыми законопласслушными оказались жители Улытаусской, Житесуской и Абайской областей. Приговоры участникам январских беспорядков вынесли в октябре. Их обвинили по нескольким статьям, в том числе в хищении оружия и применении насилия в отношении представителей власти. Какие сроки они получили и почему некоторых освободили из-под стражи прямо в зале суда, расскажет Лайла Уесова. Всего по этому громкому делу проходили 18 человек. Среди них одна женщина. Самое суровое наказание суд вынес Нусултану Исаеву. Именно он находился за рулём автомобиля, который на полном ходу наехал на стражей порядка на площади перед областным Акиматом. Под его колёсами едва не погиб участковый инспектор. С тяжёлыми травмами пострадавший попал в больницу. За участие в беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд квалифицировал это как посягательство на жизнь. Машину, на которой был совершён наезд на полицейских, конфисковали в счёт государства. В данном случае было посягательство на жизнь сотрудника полиции направлено на причинение смерти. Никто ведь не умер? Не обязательно что умереть по этой статье. Хорошо, хорошо, понятно. Я вам, вам, дам я возможность потом. Вы можете, если не согласны, обжаловать в участие с участием. Это моё мнение. Восемь человек получили условные сроки, двоих подсудимых оправдали и отпустили из-под стражи прямо в зале суда. Остальных приговорили к реальным тюремным срокам – от 9 месяцев до 4 лет. Что касается гражданских исков в части возмещения ущерба, то их оставили без рассмотрения. Областной Акимат предъявлял обвиняемым иск на 114 миллионов тенге, департамент полиции – на 32 миллиона. Однако суд посчитал, что у обвинения нет доказательств ущерба на эти суммы во время массовых беспорядков. Приговор в законную силу пока не вступил. Лайла Уысова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Актубе. В Западно-Казахстанской области областной кардиологический центр нуждается в новом здании. Действующее помещение уже не справляется с нагрузкой. С каждым годом пациентов становится всё больше, говорят врачи. А поступающим больным зачастую приходится лежать в коридоре. Марина Горбук продолжит тему. Кардиоцентр расположен в бывшем санатории. Действует он уже на протяжении 20 лет, но здание не является типовым. К тому же с каждым годом здесь всё больше ощущается нехватка мест для больных. Кардиологический центр Западно-Казахстанской области рассчитан на 140 койко-мест. Здесь оказывается контервативная кардиологическая кардиохирургическая помощь. Проводятся операции на открытом сердце. За всё время работы здесь прошло лечение свыше 100 тысяч человек. Большая часть аппаратуры сегодня устарела и требует замены. Это ангиограф, аппараты УЗИ и другие. При этом пациентов с сердечными заболеваниями становится всё больше. Болезнь системы кровообращения молодеет. 59 тысяч состоит на учёте артериальной гипертензии. Это о чём-то говорит. Заболеваемость болезни системы кровообращения в этом году выросла на 3%. Ежегодно мы пролечиваем в кардиоцентре 4400, где-то около 5000 человек. Хочется, конечно, больше, потому что есть сейчас коронаграфические исследования, которые можно проводить в плановом порядке. А для этого у нас койко рассчитано всего 140 койкоек. На плановое лечение немножко у нас не хватает койко-мест. Врачи не скрывают, что при большом напоеве людей пациентов приходится располагать в коридоре. О решении проблемы заговорили ещё три года назад. Варианты были разные. Возвести новый корпус на базе городской многопрофильной больницы, построить объект здравоохранения в новом микрорайоне Акжаек, либо пристроить корпус к действующему кардиоцентру. Но к окончательному решению так и не пришли. Этот вопрос обсуждали на заседании Акимата с управлением здравоохранения. «Проблему кардиоцентра необходимо решать. Возможно, построим здание в новом микрорайоне. Там достаточно подходящее место. Но необходимо решить вопрос с финансированием». Стоит отметить, что на сегодняшний день на диспансерном учёте с болезнями системы кровообращения состоит 92 тысячи человек. Число пациентов возрастает. Поэтому вопрос строительства нового здания решать необходимо. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК 42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова